В Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. С ним встретился глава региона Сергей Меликов. Они провели совещание по вопросам социально-экономического развития региона. После ответили на вопросы журналистов. Среди тем, которые затронули темпы роста промышленности республики, которые стали на четверть выше, чем в среднем по стране, по итогам первого полугодия. Обсудили также реализацию прорывных проектов, мероприятий госпрограммы, развития СКФО, модернизацию инфраструктуры Каспийской флотилии. Первое, что нужно сказать, что с точки зрения показателей, действительно, Дагестан в этом году показывает очень хорошую динамику. В первую очередь, мы ориентируемся здесь на показатели роста объема выпусков промышленного производства. Второй момент. Мы видим, насколько Дагестан активно использует те инструменты государственной поддержки, которые существуют. И это касается и реализации мероприятий в рамках нашей программы развития Северного Кавказа. Это вопросы, связанные с предоставлением инфраструктурных бюджетных кредитов регионам. Здесь Дагестан заявил большую программу по коммунальной инфраструктуре. Вопросы, связанные с развитием особых экономических зон. Здесь коллеги вышли с очень хорошей идеей по развитию туристического кластера прикаспийского. Глава региона сообщил, что в ходе совещания уделили внимание и приоритетным отраслям ВПК, промышленности, туризме, транспорте и логистики. Говорили в том числе о проблемах ЖКХ и выводе экономики из тени. Но для этого нужно создать комфортные условия для бизнеса, уверен Сергей Меликов. Нужно понимать, что сегодня введен мораторий на все проверки. И сегодня наши контролирующие контрольные органы, в том числе подразделения правоохранительной сферы, должны тоже отдавать отчет себе в этом. И на самом деле это является одним из препонов для того, чтобы человек подумал, вот я сейчас выйду из тени и тут же попаду под прессинг этих проверок. Но в этом отношении есть позиция правительства, есть правительство республики. И самое главное, есть указание верховного главнокомандующего. Нужно просто всем соблюдать. А там, где эти правила игры не соблюдаются, о несоблюдении этих правил нужно докладывать.